всем привет сегодня 31 марта здесь у нас дрова все пилим да сейчас будем сейчас буду пилить бруски на потолок зашел вам всем показать как тут лариса наша хозяйничает печку затопила убираемся же видали лариса силач смотрите что делает здравствуйте дорогие девочки здравствуйте здравствуй милая моя ну я понимаю мило я к тебе собрался с ломиком таким да коза твоя дура да или как там короче я юрику предложил он говорит да не плохо бы было я принесла лоби видите что делает запилки были и она поэтому не ставил тут тоже он у нас практически все расставлю так вот здесь вот видите опять я наверху мне надо же все разметить прежде чем эти бруски напилены ставить вот эту уйду в сторону будет потолок кривой хотя он кривой навряд ли будет потому что он растягивается ну вверх сама рейка будет немножко кривая на 8 процентов ты чего не знала все ткани делают на 8 процентов меньше да например 6 метров длины это считает минус 50 сантиметров милая моя шутит начал утеплять под бруском вот видите тут на пене вот такую штуку представляю мне надо чтобы вот это все было заподлицо вот ровненько здесь брусок стал и с этой стороны для этого сейчас на пену уже вот посадил видите с этой с этой стороны закручу вот на такие самодельные грибки но я потом выкручу конечно так потом подсохнут они ближе к вечеру я откручу и сюда приверну брус и так буду дальше идти потом покажу вот так вот это дело моя работа снизу смотрится так то не сложная ну там надо провода прикрутить сейчас добавить пока юра там лазит наверху утепляет этот потолок не знаю у меня слов нету одни матерки я тут готовлю обед ну матерки мои по другому поводу не по поводу обеда обед у меня более менее полезный я вчера вот показывала вам кусочки курицы которые остались тут суп сготовила это у меня все овощи заморожены перец морковь нарезанное это чтоб не пропадало пропадать начала купили такую перерезали и в морозилку затолкали и лук помидоры все короче и курица я немножко сюда немножко сбрызнула подсолнечным маслом теперь надо подперчить потому что я это не буду открывать сейчас как поставлю в духовку и пусть под крышкой стоит томится готовится чё ну там будет делаться так подсолила лаврушку сразу закину сейчас все перемешаю я к чему чё рассказываю вчера на планировала что мы поедем туда мы поедем сюда мы купим то другое офигушки вам ничего не получается это человек предполагает а бог располагает сил то нету физических реально у меня уже депрессняк начинается во влоге можно же поговорить об этом никуда не выхожу еще с этой ногой с этой пяткой максимум до магазина вот дошла две недели уже третья неделя пошла сегодня как мне это вырезали ну подживает конечно более-менее получше стало но факт то что вырубает что никуда не съездили и если мы сейчас уедем вроде бы как они хотят к нам завтра 10 часов утра приехать опять с замерщиком эти потолочники не знаю получится у мужа сегодня это все заделать или не получится или придется переносить и так подумала если мы сейчас это дело отставим потом опять начинается трудовая неделя и опять до субботы и опять когда это все закончится уж как-то перетерпеть надо и я там подай принеси ничего не сделай ничего ничем не займись так вот убежала быстро нам обед приготовить на гарнир что-нибудь к сготовлю или рис или макарошки или картошку почищу ой поделилась с вами душевными секретами посмеет посмеется может кто может кто и посочувствует да кстати сказать никакой жидкости я не наливала так все собственном соку говорю немножко маслица подлила перемешала все больше ничего не добавляла ставлю в духовку на 200 градусов а течет короче пришел мой муж время говорит уже без десяти час я хочу поесть они готовы поесть откуда поесть жена печку топила затушила ее я буду сейчас он это зашел к чигарю зашел в этот кочегарку и говорит я же профессиональный кочегар ты забыла что натворила почему тебя печка затухла игру да я шапилки подложила они ж сырые а он говорит боже мой должно все гореть а у меня короче все затухло он говорит деревне прожила сколько и нифига печку топить не умеешь я говорю да я ее с роду не топила у нас ее папка всегда топил меня грудь не заставлял это я чуть я заставлял короче в пятнадцатом году когда мы свой бизнес закрыли декабре а лариса уехала в январе к дочи первый раз когда алекс родился внучок наш я же тут кочегаром устроился почти год отработал так что я ого профессиональный кочегар ого какой кочегар еще я профессиональный охранник тоже поработал а что за свою жизнь человек что только не попробуй таксистом был кочегаром был охранником был прорабом был и есть кем я еще был по дворке а это как сказать предпринимателем ремонт автомобилей электрик электриком херасил дома правда ну как вот мы когда работали в киоске ну там надо что-то сделать да сигнализацию ты же еще и сигнализаторщиком был то и туда мы залезли там тоже у нас сигнализация была муж короче тут с электронщиками выдумывал выдумывал ну выдумали они чтобы не платить в эту охранную милицию мы их защищали сами ну правильно мы им в год заплатим например в месяц по две с половиной тысячи это тогда было в год тридцатник да в год около тридцатника вот муж говорил нам легче чтобы нас оборвали нам легче чтобы нас пару раз оборвали тридцать тысяч заплатить и не париться ну мы умудрялись это ну мы охраняли все таки да у нас радиосигнализация была да 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 почему доча иногда рассказывать что сидела слушала сигнализацию вот закрываем киоск у нас срабатывает да проверка кто тронет мы бегом туда почему мы ночью то не спали она почему слушала мы закроем пока мы едем домой это примерно минут 15-20 она в это время слушает потому что если вдруг пока мы едем кто-нибудь толкнет ее и сигнализация сработает а потом всю ночь без сигнализации будет поэтому она слушала а потом мы приезжали ночью могли по два по три раза подрываться раз пять было один раз ну и так тоже было один раз уже приехали под утро туда ну уже где-то еще рассвета не было я говорю слушай давай уже здесь спать под киоском продавца нет тоже дергать продавца постоянно это было ужас короче и спали там рядом как вспомнишь это предпринимательство так сдрогнешь блин и вот получается в итоге в итоге у нас все отобрали да получается что мы остались без ничего а те кто работал на дядю те продолжают жить хорошо ну в нашей стране так теперь так что я решил работать на дядю предпринимателям просто быть невыгодно в нашей стране невыгодно выгодно баклуши бить ну или подбивать чуть-чуть работать и чуть-чуть бить ну вот так вот как то это мы разговор перед обедом я все забываю старые стали начинается уже запах духовки да ладно будем будем ждать обед будем продвигаться к обеду вот здесь вот видите движение к обеду идет тут вкусняшка такие что там помидорки ларис там все овощи помидоры лук перец какие нахрен бананы какие там кокосы вот она вот она наша счастье счастье средней полосы да девочки забыл сказать это вкусняшки от зая что ты смеешься я представила себя 100 кг повая зая заяка моя я твой зайчик зайчик банька моя я твой тазик я короче это все выключайся я ночами плохо сплю потому что я тебя люблю потому что я давно давно тебя люблю хоу 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 скоро обед всем всем пока до обеда Юрик наш швец и жнец и шнец и швец и жнец и шнец короче запуталась и жнец и на дудей грец вот это все он уже вот добавляет провода электрические люстры удлинять а у меня тем временем приготовилась еда наша очень вкуснейшая она очень вкусно пахнет я его приглашаю пообедать идешь зайка моя и вот наш обед только что открыла аааа горячущее все свалила картофель я сейчас положу в тарелки покажу положу в тарелки покажу и вот что у нас получилось в итоге если бы у меня была кастрюлька побольше я бы конечно в ней картофель тоже бы сделала но она очень маленькая к сожалению ладно сейчас будем обедать и вот он наш обед я открыла баклажанчики слоеные Юрик пришел будем будем сейчас трапезничать у меня до обеда когда я готовить начинала только у меня такое было настроение не очень а сейчас я предвкушаю что я буду вкусную еду кушать мне полегче стало и уже отступило то что я и никуда не выезжаю и депресснят мой уходит в сторону главное девочки хорошо покушать вкусно да Юрий он вообще уже молчит кушает кушает как это а теперь узинать как наша маленькая внучка говорила а теперь узинать а у нас обед хорошо остановимся в общем ребята взяла я шлифмашину мужа в гараже притащила ее домой ну так как он мне сказал надо столешницу уже шлифовать кто мне будет ее шлифовать я же начала стол делать я и должна это делать взяла я включила она у меня своей жизнью начала жить я ей первый раз в жизни это делаю честное слово я никогда до 50 лет даже вот этим не занималась если бы мой папка увидел что я это делала он бы точно упал бы я уже про бабушку не говорила я же бабушка называла дочь плотника не говори это какой-то ужас ну все надо попробовать в жизни не дали что творит моя жена поэтому я давай погнали я еще поднимаю честно сказать мне кажется что я ничего не делаю она сама это шлифует ну естественно сама ты ее направляешь просто машина тоже сама едет ты просто рулишь ну и как ты считаешь все ну вот надо чтобы белое было вот такое все тогда будет классно что за идиотизм какой-то ну а как для чего ну обезжирить этим растворителем хорош ну давай у меня муж любит все делать чтобы на тысячи лет хватило на тысячи зачем мне это надо я люблю все по-быстрому из-за него буквально из-за него я этот стол делаю две недели уже да что ты врешь то из-за меня ну то одно то другое теперь значит я выложила плитку которую он прикупил ребята ему не нравится говорит что это сверху черные вкрапления ну а если не было белой как быть какие черные вкрапления ну которые у нас плиточка то там же черные эти разводы получились как будто бы придется вот искать эти двенадцать плиточек маленьких чтобы они были или белые или серенькие какие-нибудь вот еще задача одна не из легких найти это дело ладно шлифую дальше что ты кругами то водишь руки чешутся так ну а мы продолжаем тут делать утепление вот этого самого что я показывал выпилил такой брусок теперь надо срезать под уклон ну а сама держится сейчас запеню и все Все. Все. Значит, здесь, где будет брусок, пеной я прошел. Вот. Теперь... А, вот здесь еще кусочек. Теперь надо сам брусок устанавливать. Ну вот, ребятушки, прошло и воскресенье. Видите, значит, сделал я вот такие конструкции. Это, получается, у меня ползала. А ползала здесь вот при свете уже работают. Ползала. Сейчас посвечу. Немножко уже вот этот самый верх запенил, Лариса. Там пылесос включила. Вот видите, как у меня будет. И вот там, где деревяшечки торчат, вот туда привернется еще планка, на которую будет превращиваться вот этот подвесной потолок. Я уже Ларисе говорю, зачем вот был этот подвесной потолок. Приклеили бы плитку, покрасили. И не надо было вот этих всяких конструкций. А конструкции... Опа! Сейчас, наверное, вот таких вот. Вот таких вот, видите? Деревянные вот такие треугольники. Ну вот, просидел два дня на них и не закончил. Такие дела. Ладно, буду продолжать в течение недели. На следующую субботу, воскресенье, я думаю, должен закончить. Вот. И поэтому натяжные потолки будут только через неделю. Долго все это, муторно. Ну куда деваться? Если нужно жене угодить, чтобы она довольная была, чтобы у нас в семье был мир и порядок. Ладно, всем пока. Лариса, будешь что-нибудь говорить? Девочкам. Молчит. Не слышит. Будешь что-нибудь говорить девочкам? Девочки? Я этот... Уже попрощался, сказал, что вот, прошло два дня. Выходных? Да. А я испекла. Своему зайке. Как тебе кекс? Зая. Зайка моя, я твой зайчик. Нет, зая, просто зая. Просто зая. Кекс отличный. Кушайте кекс, Лариса. Я должна выставить его вперед, чем мы это видео. Перед этим видео будет кекс. Видите, я весь грязный в пене. Перед этим видео будет этот самый кекс. Но я попробовал офигительный кекс. Брат, кекс классный. Тебе все нравится. Всем пока, девочки. Если видно тебя. И мальчики. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова